Привет, меня зовут Рома Васильев, и я расскажу вам о том, как мы оптимизировали процессы работы со стажерами в Мегафоне. План доклада такой. Сначала я расскажу вам о том, что такое акселератор стажеров, зачем он нужен нам и почему он так крут для тех, кто только начинает карьеру. Затем Маша, выпускница первого набора акселератора, расскажет о том, как она пришла в Data Science и что ей смогла дать наша образовательная программа. И в конце я расскажу о том, как попасть в следующую волну наших стажировок. За последние несколько лет процент задач в компании, которые решаются методами Data Science, вырос кратно. Именно поэтому мы, Big Data команда Мегафона, всегда ищем талантливых ребят, которые готовы принимать вызовы бизнеса. Мы нанимаем не только ребят с опытом, но и тех, кто только начинает карьеру, стажеров. За последние пару лет членами команды стали более 10 ребят, которые изначально пришли стажерами. Проблема работы с ребятами без опыта заключается в том, что они часто хорошо подкованы теоретически, но опыта решения практических задач не имеют. А в человеке, который переходит после стажировки в штат, мы хотим видеть максимум самостоятельности в решении задач. Доклад будет посвящен тому, как мы оптимизировали ресурсы, затрачиваемые на работу со стажерами, и будет интересен как руководителям, так и непосредственно тем, кто только начинает свою карьеру в Data Science. Итак, есть задача подготовить из стажеров полноценных Data Scientist за три месяца стажировки с минимальными затратами времени и без потери качества. Первой структурой стажерских программ, которую мы попробовали, была классическая — один стажер, один ментор. В качестве ментора выступал аналитик больших данных из нашего подразделения. Он помогал новичку по всем вопросам, начиная от получения доступов, установки необходимого софта, заканчивая консультациями по выполняемому в рамках стажировки заданию. На опыте проведения таких стажировок мы заметили следующее. Во-первых, когда у нас стали стажироваться несколько ребят параллельно, получилось так, что разные стажеры задавали похожие вопросы своим менторам, а это было невыгодно с точки зрения рабочего времени аналитиков. Постепенно количество параллельных стажеров начало расти. Во-вторых, многие пришедшие ребята не имели практического опыта разработки моделей в индустрии и никогда не работали с SQL, Hive, Spark и так далее. Им приходилось учиться всему этому на ходу. На основе всех этих выводов мы пришли к новому подходу работать со стажерами — акселератор. Его идея заключается в том, что из отдела выделяется один человек, который полностью отвечает за погружение стажеров в жизнь компании и руководит их проектами. Сейчас этим человеком являюсь я. Вместе с ребятами мы решаем все проблемы, которые связаны с погружением в процессы компании. Таким образом, многие вопросы решаются у всех разом на командных встречах. Кроме того, с проектами от бизнеса ребятам помогают работать эксперты направлений, которые дают стажерам советы, связанные уже непосредственно с работой над конкретными задачами. Таким образом, в организации акселератора задействованы три типа людей. Во-первых, менеджеры и тимлиды, которые дают задачи руководителю акселератор, который в свою очередь распределяет их и контролирует дедлайны. Кроме того, руководитель отвечает за все вопросы, которые касаются непосредственно стажировки, работы над проектами, обучением и так далее. Эксперты помогают стажерам погрузиться в деятельность предметной области, в работу со специфическими данными и различными тонкостями проекта. В целом, акселератор состоит из двух больших блоков — обучение и работа над проектом. В рамках образовательной части мы даем ребятам шесть основных секций. Во-первых, это элементы машинного обучения и статистики. Мы изначально отбираем ребят с хорошей базой в области ML статистики. В дополнение к ней на этом курсе мы даем знания, которые связаны с применением ML в индустрии. Рассказываем о том, как модели ставятся в прод, как проводятся модул и дейты кволити, как модели проверяются на стабильность и как мы оцениваем их результаты. Во-вторых, SQL. Как я уже и говорил, стажеры — это ребята без опыта работы с объемными базами данных. В рамках этого курса аналитики из нашей команды полностью погружают ребят в работу с SQL. От простейших запросов до самых мудреных оконных функций. В-третьих, Hadoop. Мы учим стажеров, как грамотно взаимодействовать с Hadoop с помощью Hive, Spark, как коннектироваться к реальным базам данных и оптимизировать запросы работы с ними. В-четвертых, версионирование кода и моделей. Как, с помощью чего и зачем это вообще нужно в компании. В-пятых, приемы бизнес-аналитики для Data Science. Почему порой сильно проще вытащить данные в Excel-ку и построить сводник, нежели чем тащить это все в питон? И шестое — это кейсы сотрудников. Это встречи с темледами и аналитиками, которые делали интересные проекты. По обратной связи от стажеров оказалось, что это был один из самых интересных блоков, так как ребята познакомились с большинством направлений работы нашей команды. Обучение и общение с экспертами помогало ребятам реализовывать свои проекты. Над задачами они работали самыми настоящими. Кому-то нужно было предсказывать выборочку с клиента после подключения услуги, кому-то отток, а несколько ребят делали модели для ритейла. Несмотря на различия направлений задач, этапы у них у всех были примерно одинаковые. Прежде всего, очень важно было понять, зачем модель делается и как она будет применяться. Затем накидать план решения задачи следом. Далее, очень сложный для ребят этап — работа с базами данных и создание необходимых датасетов. Тут им очень круто помогли курсы по SQL и Hadoop, навыки с которых ребята смогли сразу применять на практике. Далее шло построение и валидация моделей. Здесь стажерам пришлось столкнуться со сложностями построения моделей в индустрии, потому что у нас очень важно качество моделей, данных, стабильность скора и понимание того, как в принципе модель в проекте будет работать. Ну и в конце ребятам нужно было грамотно представить свою модель менеджменту и внедрить в бизнес процессы компании. По итогу, каждый стажер имел за спиной несколько пройденных курсов с практикой, на реальных данных и сделанный проект. Стажеров, которые круто себя показали, мы пригласили на собеседование в качестве дейтосайентистов. Могу сказать от себя, что ребятами я очень сильно горжусь. За три месяца стажировки многие из них выросли от совсем юных стажеров до самостоятельных дейтосайентистов, которые способны самостоятельно решать поставленные задачи. Передаю слово Маше, которая поделится своей историей и расскажет об акселераторе изнутри. Привет, меня зовут Чернова Мария и сейчас я дата-сайентист компании Мегафон. Расскажу вам о своем карьерном пути и о роли акселератора в нем. После школы я хотела пойти в науку и поступила на Мехмат НГУ, где занималась сложными теоретическими задачами в области механики и матмоделирования жидкостей и газа. Но, как оказалось, найти интересную работу в этой области весьма сложное и, несмотря на мои успехи в учебе, после окончания университета я не видела перспектив в плане карьеры. Чтобы быть ближе к прикладным задачам, я решила поступить в магистратуру МГТУ имени Баумана на IT-специальность. И сразу после поступления я начала искать работу в сфере IT. Попала на стажировку, связанную с разработкой ПО для сабсистем. Но для меня такая работа не была интересной. Я в основном занималась написанием документации и технических заданий. За время обучения в университете я поняла, чем действительно хочу заниматься. Среди большого многообразия учебных курсов, от работы с базами данных до компьютерного зрения, я выделяла предметы, связанные с машинным обучением, и поняла, это то, что мне интересно. Захотела погрузиться побольше в эту область. Для этого я сократила рабочее время и стала уделять освободившиеся часы самообразованию. Проходила различные онлайн и офлайн курсы. Одним из таких курсов стал Big Data Camp, пятидневный интенсив, который проходил в офисе мегафон. За эти дни я окончательно разобралась со всеми вопросами, которые возникали у меня по ходу обучения. Мы своими руками написали различные алгоритмы и тестировали их на реальных данных. По итогам Data Camp я вошла в топ-3 студентов, и мне предложили попробовать себя в акселераторе стажеров. Я прошла отбор и была зачислена на первый поток. За время стажировки я сделала несколько проектов. Самое интересное — это персональные предложения для P3C смартфон. Кроме того, я изучила ряд технологий, поработать с которыми без вычислительных мощностей довольно сложно. Обучение в акселераторе было построено таким образом, чтобы полученные знания можно было сразу применить в работе. Я успела поставить впрод мою модель по персональным предложениям и ощутить бизнес-эффект от ее использования. После окончания акселератора меня позвали в штат, и я, конечно же, согласилась. Сейчас я продолжаю работать над персональными предложениями для клиентов в различных каналах, и за время работы продуктивизировала несколько моделей. Недавно закончился второй поток акселератора, в котором я уже участвовала в качестве преподавателя и рассказывала ребятам основы работы со Spark. В мегафоне мне очень нравится то, что всегда есть возможность попробовать себя в чем-то новом, поработать на разных проектах, пройти обучение по рекомендательным системам и выступить на DataFest. Продолжение следует... Продолжение следует...